Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео... Беру ножницы из кадра. Сегодня у нас очередное видео украшений винтажных и не очень. Всем, кто у меня впервые, я напомню, что я живу в Канаде, делаю свои покупки винтажных и не очень украшений в магазинах благотворительных, second hand. И показываю вместе с ценами, по которым я купила эти украшения. Все цены в канадских долларах. И еще хочу сказать, что на моем канале не только винтажные украшения, на моем канале есть обзоры магазинов, примерки, болталки, в общем, покупки. Все, что мы, девочки, любим и о чем мы любим поболтать. Очень быстрая затравка на сегодняшнее видео. Вот вам показываю и убираю свою коробочку. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем рассматривать новые украшения, сегодня я хочу вернуться к моему предыдущему видео, вот к этому браслету. Мне очень многие написали, что здесь была маркировка. Какие-то буквы я не разглядела. И по вашей наводке таки, да, присмотрелась и разглядела, что здесь есть, значит, как бы выгравированные, выгравированные, о господи, две буквы, трудно мне показать сейчас, потому что он... Попробую приблизить. Вот. GEP. И, конечно, вопросов у меня стало еще больше, потому что GEP это gold plate, это покрытие золотом. Но здесь, ну, никак нельзя заподозрить, что это покрытие золотом. Возможно, это какие-то инициалы владельца, или тот, кому подарили этот браслет, или кто его купил, или кто его сделал. В общем, совершенная загадка. И я, так сказать, не могу сказать, что эти инициалы, они как-то разгадали мне, что же это за браслет, и с чего он сделан. Но, тем не менее, да, вы у меня очень глазастые, я вот не разглядела, а вы разглядели. Спасибо вам за это большое. И давайте начнем разглядывать. Все по порядку. И, как всегда, я начинаю с чего-то, скажем так, ну, наименее ценного, по моим представлениям. Значит, давайте начнем вот с этого вот кулона. Заплатила я за него 4,99, 5 долларов. Давайте отрежем этикетку. Сейчас я вам расскажу, почему я купила его. Я не думаю, что он представляет собой какую-то особенную ценность. Ну, просто, во-первых, я очень люблю зеленый цвет. И очень люблю зеленые камушки всякие. Ой, не могу. Так, прилепили, что не могу снять. Сейчас. Так, лепят цену, как будто это что-то. Какое-то великое. Что-то очень ценное, чтобы, не дай бог, цена не перепуталась. Короче, я не знаю, что это такое. Я не знаю, или это камушек, или это стекляшка. Стекляшка. Но, безусловно, это не пластик. Оно, вы знаете... А может, и пластик. Ой. Почему я решила? Почему я решила, что это звучит как пластик, вы знаете? Но он, вы знаете, на свет... На свет немного прозрачный, просвечивается. Ну, неважно. Короче, мне понравился его винтажный вид старинный. Надо его протереть. Сейчас, может быть, я тебе принесу салфетку. Подождите. Мне посоветовали держать мокрую салфетку и протирать свои украшения, потому что я, видите, они у меня даже с ценой. То есть я их приношу и никак не обрабатываю никакими... Ничем не мою. Потом уже я все это мою, промываю. Но, видите, сначала я вам показываю все прямо как есть. Поэтому и вот он действительно стал выглядеть лучше. Мне понравилась нежность. Нежная цепочка. Кстати, у нее нет... А, есть застежка. Застежка вот обыкновенная. Никаких маркировок не наблюдается. По застежке он не очень старинный винтажный. Но приятная симпатичная цепочка. Вот такая вот в хорошем состоянии. И интересный цвет. Просто интересный кулончик. Наверное, современный. Наверное, не очень ценный. Но, вы знаете мне, я покупаю все. Просто, что мне нравится. Особенно не заморачиваясь ценностью и неценностью. Так, следующее украшение. Это вот такие серьги. Значит, заплатила я за них 5 долларов. Они маркированы, но я не разобрала маркировку. Посмотрите, это какая-то керамика или что-то такого типа. Вы знаете, очень интересная у них заглушка. У них такой вайб 80-х. Очень интересный, симпатичный. Мне понравились они. Уж не знаю, чем-то понравились. 5 долларов, подумала, пускай. Они интересно выглядят на ухе. Давайте их возьмем. Похоже на керамику, правда? Вот такая вот интересная. Я думаю, мне кажется, что это ручная роспись. Опять же, если посмотреть, то видно, что рисунок неравномерный. Видите, вот точки по-разному стоят, полосочки эти. Я думаю, что это ручная роспись. И на обратной стороне есть маркировка. Кстати, посмотрите, какие интересные вот эти вот заглушки для нечасто встречающихся. И вот маркировка, девочки, которую я тоже не очень поняла. Jewelry, по-моему, английское слово jewelry. И цифра 10 или 19. Давайте здесь посмотрим. 10, наверное, да? А может, это не jewelry? Может, это какое-то другое слово? Jewel and... Ну, в общем, вот такая вот маркировка. Не разобрала ее. И не знаю, тоже ничего не нашла на эту тему. Но мне они понравились оригинальностью. Тем, что это ручная роспись. Ну, всегда приятно. Потому что это как бы стучный вариант. Ну, и вот маркировка. Значит, что-то где-то какой-то. Это не просто так. А это какой-то... Какой-то такой штучный товар, скажем так. Вот такие серьги. Я понимаю, что они не особой ценности тоже не представляют. У них, кстати, довольно тяжелые. Стоили 4 доллара. У них тут потеряны заглушки. Есть только вот этот пластиковый. Есть вот эта пластиковая только штука. Пипочка такая. Но вы знаете, с ней вполне можно носить. У меня есть несколько серег, в которых тоже потерянная вот заглушечка для серьги. И у меня я их надеваю и закрепляю вот этим пластиковым... Пластиком, силиконовым вернее. Силиконовой заглушкой. И вполне нормально. Я очень нежное чувство испытываю ко всяким вот таким серьгам и кулонам вот такой, как скажем, греческой, древнегреческой тематики. Тем более, что сделано это золото-серебром. Единственное, что, конечно, я понимаю, что это не очень дорогое изделие. Потому что, видите, они не зеркальные. У них вот эти вот барельефы сделаны, выглядят, смотрят в одну сторону. То есть, не зеркально, а вот так в одну сторону смотрят морды. Но я очень люблю вот такие вещи. Кстати, здесь у них нет одинакового. Не знаю, почему, но они мне как-то нравятся, завораживают. У меня есть несколько таких кулонов, цепей. Вот с такими вот тоже барельефами. Таких, знаете, где-то годов 80-х. Вот про эти серьги я не знаю, что сказать. Очень трудно назвать их возраст. Ну, маркировок, конечно, никаких нет. Сделаны довольно хорошо. Вы знаете, они довольно-таки тяжелые. Из такого крепкого, плотного металла. Хотя вот эта вот незеркальность немножко меня смущает. Ну, в общем, они прикольные, интересные. И такие, знаете, люблю такое вот, какое-то такое. Не знаю, почему-то эта тема меня очень завораживает. Так, следующая вещь. Это вот такая вот брошь, за которую я отдала 6 долларов. Брошь в стиле Клуазане. Давайте ее снимем с застежки. Ой, не с застежки, а с ценника. Вы знаете, что я всегда, вот я знаю, что вот эта вот насечка на обратной стороне, она что-то означает. Есть какой-то бренд, который вот делает вот такую вот насечку на обратной стороне. Клипсли, броши. Ну, я никогда не могу найти, кто это, что это, и насколько это, насколько это сильно бренд, или это просто случайно. Может быть, мне кажется, что это Эйвен делал вот такие. Ну, может быть, я ошибаюсь. Я нашла, по-моему, похожую брошь. Сейчас я проверю. Одну секунду. Я нашла в интернете такую брошь. Она называется «Голубая брошь Клуазане». Она действительно сделана в технике Клуазане. Не написано, что она винтажная. За нее просели там 26 долларов или 27, что-то такое. В общем, не написан какой-то бренд, ничего не написано. Было странное обозначение там J27 или что-то такое, что я не поняла. Это бренд или компания или что? Ну, в общем, по-любому. Она очень красивая. Я думаю, что, может быть, она и не очень-то винтажная. Но я думаю, что годов 90-х, 2000-х вполне может быть. Ну, а для тех, кто, может быть, не знает, я скажу, что все, что 20 и 30 лет давности, это считается уже винтаж. Зависит от страны, зависит от того, в какой... В разных странах, кстати, вот этот винтажный возраст определяется по-разному. Есть страны, в которых, в общем, вещи 2000-х годов уже как бы считаются винтажными. Ну, если честно, мне очень трудно как бы назвать их винтажными, потому что я жила в это время, я помню это время прекрасно. И как бы называть их винтажными, вещи 2000-го года, это немножко притянуто за уши. А вот 90-х годов вполне, вполне, я считаю, потому что это уже 30-летней давности вещи. 34 уже, если это вещь, там, с 90-го года, то ей 34 года. Это довольно уже большой срок. Как-то не странно, правда же, звучит для нас, девочек, за 50, что 90-е годы были больше 30 лет назад, но это факт. Так, в общем, короче, вернемся. Брошь действительно интересная, красивая. Ничего особенного нет в застежке, очень обычная. Возраст определить сложно по таким вещам. Ну, я понимаю, что она, конечно, не особенно винтажная, но красивая, интересная вещь. Следующая вещь, ну, так скажем, опять же, я купилась на имя, на название. Это вот такой вот кулон. Стоил он 6 долларов. И он маркирован. Я не могу сказать, что в нем как бы что-то есть необыкновенное, невероятное, но он симпатичный, очень милый и очень-очень симпатично выглядит на шее. Именно вот с простотой, какой-то своим минимализмом, ну, такой симпатичный кулончик. Значит, здесь обычный красный, красный кристаллик, стекляшечек, красная. Палка моя все время в кадр попадает. И это бренд Пэндом. Вот, видите, что на шилдике написано. Вообще, мне везет на них. У меня много было изделий в последнее время, купленных вот этого бренда, найденных. В Second Hand. Видимо, в Канаде это был довольно распространенный бренд. Довольно популярный, так скажем. Я тоже не знаю насчет возраста, мне кажется, что вот этот шилдик, он не очень старый. Как вы думаете? Вот. Но очень приятная такая симпатичная цепочка, красивая, коротенькая, под шею. Прям так, тютерка в тютерку мне под шею, на мою шею в самый раз. И он нежный, приятный, симпатичный и очень изящный, элегантный. Просто такой, как будто бы красный рубин. И цепочка красивая. Правда же. Вы знаете, несмотря на такую вот простоту его, но он достаточно красиво выглядит на шее. Вот просто за счет вот красивого красного кристалла. Следующее украшение необыкновенной красоты. Просто что-то, что-то необыкновенное. Есть маркировка. И я нашла, что это за... Что это за компания? Значит, стоило 6-7 долларов. Знаете, я вам хочу сказать, оно не очень винтажное, но я вам хочу сказать, что за 7 долларов просто вот в магазине, даже если купить такое украшение, то оно того стоит. Посмотрите, какая прекрасная, какие великолепные, какие кристаллы, как они блестят и переливаются. Какие красивые цвета, как и необыкновенно хорошо и красиво оно сделано. Чудесное украшение. Красивая цепочка. Настежка обыкновенная вот такая. И есть две маркировки. Одна на кулоне, одна на цепи. Кстати, я хочу сказать, это очень правильно, я думаю, так и надо делать, потому что цепочка может быть заменена, подменена, может быть другая цепочка. И тогда маркировка уходит, если маркировка есть только на цепи. А вот если есть маркировка на самом кулоне, то это очень-очень-очень правильное решение, я считаю. Значит, название прочитать, девочки, я затрудняюсь. Вот так оно называется. Я нашла, что это бренд из Ванкувера. Он не очень винтажный, более или менее современный, но довольно такой известный. И здесь тоже, видите. Я не пойму, первая буква это Ти. Ти это по-русски, по-английски так не пишут. Значит, первая буква похожа на... Сейчас, подождите, я где-то его находила, секунду. Так, бренд называется Майка. Это М-Й-К-А. Это М-буква первая. И это бренд из Ванкувера. В этом наборе еще есть браслеты-серьги. Очень красивые. Я видела их не в продаже. Я видела их на... Одна, по-моему, это блогер или я не знаю, типа живой журнал. Что-то очень старое еще, кстати. И она там показывает, в чем она одета, что на ней. Там юбка такая, кофта такая. И вот украшение ванкуверского бренда. Не нашла его в продаже, но вот нашла вот в каком-то таком варианте, типа живого журнала, который уже давным-давно никто не ведет. И поэтому я думаю, что, возможно, оно не очень современное. Я думаю, что где-то тоже, наверное, может быть, 90-е, 2000-е, вот когда было очень популярно. Это живые журналы. И это была, типа, картинка. И она там, значит, рассказывает дамочке, как она вот одета, что она не надета. И вот про это украшение. Очень красивая, согласитесь. Цепь очень красивая. Редкая и какой-то такой необычная. Очень довольна. Хотелось бы найти серьги и браслет, но в продаже не видела. А вот видела только на картинках. Так, следующий у нас набор, за который было отдадено 15 долларов, но это маркированный набор. Я думаю, что он того стоит, потому что маркированные винтажные все-таки вещи. Приходится платить за них подороже. Мы это знаем. И еще, в принципе, это не такая уж ужасная цена для маркированного винтажного набора. Это клипсы, как вы видите, и брошь, лист. Очень такой сюжет, ну, скажем так, известный. Вот, 14-15 долларов он стоит. Это кора, по-моему, у нас. Да, видите, ой, вверх ногами. Кора. Как всегда, плохо, очень плохо видно маркировка. Кора, они умудряются делать маркировки так, чтобы... Чтобы... Она как-то стиралась. Я не помню, нашла ли я его в продаже и сколько за него хотели. Я потом, когда буду монтировать видео, если да, нашла, я прикреплю картинку. Если не нашла, значит, не нашла. Хорошее такое качественное тяжелое украшение. Красивого лимонного цвета золота. Очень интересно сделано. Не просто листик, а листик такой с фантазиями. И вот клипсы. На клипсах, по-моему, маркировки нет. На клипсах есть только... Видите, вот здесь вот значок копирайт. Как часто бывает в бренде Кора. Причем только на одной. Только на одной клипсе есть значок копирайта. Я видела клипсы, когда... Было еще здесь. На застежке Кора и значок копирайта. Ну, в общем, они по-разному делали их. Клипсы сделаны абсолютно точно так же, как и брошь. Видите, такой же загнутый и загнутый лист. Набор очень красивый. В прекраснейшем совершенно состоянии. Такое впечатление, что его никто никогда не носил. Шикарный. Я считаю, что он такой лаконичный, но при этом очень интересный. Потому что лист загнутый и очень красиво сделанный хорошо. Очень красивый набор. Я считаю, что мне повезло. С 15 долларов. Кстати, обратите внимание, эклипсы зеркальные. Видите они? Листик загнут с разных сторон. То есть это говорит о том, что вещь... Вещь-вещь-вещь, дорогая, хорошая, качественная. Так, следующая брошь. Невероятная красотка, но вызывает у меня некоторые вопросы. Давайте ее протрем, чтобы она у нас... Она и так сверкает, чтобы она засверкала у нас совсем. Значит, за нее хотели 8 долларов. Маркировок на ней никаких нет. И вот у меня, девочки, знаете, есть некоторые сомнения. Она выглядит как винтажная. Это может быть Джулиана, может быть... Ну, нет, конечно, это не Джулиана. Я думаю, что 8 долларов ее оценили, потому что она очень красивая и похожа на винтажную. Я думаю, что сами продавцы в магазине не разобрались. Так же, как и я. Стекло, правда? Или нет? Вот я не пойму. Вроде как стекло звучит, да? В общем, она... Я решила ее купить, потому что она невероятная красавица. Необыкновенная красавица. Хотя у меня есть некоторые сомнения насчет ее винтажности. Есть некоторые сомнения. Во-первых, она в прекрасном состоянии, что тоже как бы... Во-вторых, вот как-то... Не знаю. Что-то меня наводит на сомнение. Хотя она сделана под винтажную. Абсолютно сделала такой вот замочек у нее, собачка. Она абсолютно, если это не винтаж, то сделан абсолютно под винтаж. Вот по... По фасону, по дизайну, по всему. Очень красивая брошь, но сомнения у меня. Как вы думаете? Напишите, что вы думаете. Винтаж или современная? Мне будет очень важно, интересно почитать ваше мнение, потому что я знаю, что среди моих зрительниц есть настоящие эксперты, которые очень хорошо разбираются в этом. Посмотрите на нее внимательно еще раз. Но то, что она необыкновенной красоты, это, конечно, не дать, не взять и не отнять. Не знаю, что меня в ней смущает, но что-то меня в ней смущает. Хотя, может быть, я и не права. Может быть, это винтаж самый настоящий. И вот такая замечательная, необыкновенная красота мне досталась тоже за 10 долларов. Опять же, это в том магазине, в котором я обычно покупаю самые лучшие свои находки, самые лучшие находки за самые хорошие деньги. У них еще, в принципе, адекватные цены. Более или менее, потому что в любом другом магазине такая бы брошь стоила 20-25, а то и 30 долларов. Вот по нашим нынешним ценам. Ее даже не надо протирать. Она необыкновенно красивая. Посмотрите, как блестят, переливаются кристаллы. Только винтажные кристаллы, по-моему, могут так блестеть. Это, конечно, стекло или хрусталь. Очень красивые. Красивые зеленые цвета. Очень странная, необычная форма. Мне очень трудно определить, как бы... Знаете, всегда в брошах есть или веточка, или листик, или какая-то просто вот там комета, я не знаю, какая-то симметрия. Здесь абсолютная, абсолютная асимметрия. И совершенно форма, которая не поддается никакому объяснению. Вот этот вот хвост здесь и вот эти вот... То есть, ну вот, знаете, вот какая-то совершенно какофония, я бы сказала. Но, тем не менее, она прекрасная. И этим необычно. Вот такой необычной формой, какой-то совершенно... совершенно странной и необычной какой-то задумкой. С обратной стороны выглядит вот так. Я бы сказала тоже, что, возможно, это Джулиана. Но Джулиана всегда делала открытые кристаллы. У них были закрытые и открытые кристаллы. Вот здесь нету... Я прошу меня простить, мой телефон сошел с ума. И все время включается Siri. Он слышит, что я говорю, и он думает, что я призываю его, спрашиваю его о чем-то. Что-то все время мне кто-то мешает. Никак не могу, да, снять видео. То Siri, то телефон звонит. Короче, я начала говорить, что, возможно, я бы назвала это Джулианой. Но Джулианой, во-первых, всегда были какой-то, допустим, пару кристаллов закрытых, пару открытых. И у Джулианы были пайка такая восьмерка. И вот здесь я не знаю. Здесь вообще квадратные. Вот это можно ли это назвать? В общем, Джулиана, как всегда, оставляла после себя загадки. И любая брошь вот такого типа, хочется назвать ее Джулианой. Но это не важно, на самом деле, кто это и что. А важно то, что это невероятно красивая вещь, которая, конечно, потрясла меня своей красотой. И 10 долларов, я считаю, что это прекрасная цена по нашим деньгам в наше время. Вот такая вот. Хочу, чтобы вы ей полюбовались еще подольше. Вот такая вот красотка мне попалась. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое сегодня у нас было видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Были очень интересные и красивые экземпляры. Необычные, скажем таки, по которым у меня были вопросы. Вот, например, как эта брошь. Буду очень вам благодарна, если вы мне напишите, что вы думаете по этому поводу. А на сегодня все. Я надеюсь, что все, кто у меня впервые подпишется на мой канал и останутся со мной. А те, кто со мной уже давно, мои старые друзья, я всем очень рада. Буду рада вашим комментариям, лайкам, конечно же. И всех люблю, целую. С вами была Деда из Канады. Всем пока, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok